здравствуйте дорогие друзья сегодняшнее видео я бы хотела посвятить советам и рекомендациям для начинающих кондитеров в комментариях я встречаю одинаковые вопросы заданные разными людьми часто задаваемый вопрос про белково-заварной крем у многих он получается жидкий не держит форму и тому подобное для того чтобы получился идеальный белково-заварной крем необходимо выполнить несколько условий чаша в которой взбивается крем должна быть вымыта с моющим средством ведь даже незначительная капля жира не позволит добиться плотного крема очень важно взбивать белки нужно до тех пор пока они не станут плотные только после этого нужно заливать сироп именно от того насколько плотно вы взобьете белки зависит 50 процентов успеха чтобы не ошибиться с температурой сиропа лучше всего приобрести термометр этот крем очень капризный и дается он не сразу наберитесь терпения и пробуйте все у вас получится также к этой теме про белково-заварной крем хочу добавить один популярный вопрос можно ли на масляный или другой жирный крем наносить белково-заварной крем нет нельзя перед тем как покрыть торт белково-заварным кремом нужно снять все излишки жирного крема и сделать черновое покрытие белково-заварным кремом и только потом делать чистовое выравнивание то есть после того как торт отстоялся в холодильнике нанесите первый очень тонкий слой крема таким образом вы прибьете крошки чтобы они не попали на чистовое покрытие сгладить и небольшие неровности и только потом можно делать чистовое выравнивание также еще немаловажный момент украшать этим кремом нужно сразу после приготовления с каждой минутой крем теряет свою плотность вот такой крем стал спустя час после приготовления интернет-магазин любимый василёк предлагает огромный выбор постельного белья одежды постельных принадлежностей полотенец и многое другое также в инстаграм и социальных сетях часто проходят розыгрыши подписывайтесь чтобы ничего не пропустить ссылки на интернет-магазин и инстаграм любимый василёк будут в описании под этим роликом духовка чтобы выпечка пропекалась равномерно имела одинаковую степень румяности сверху и снизу нужна электродуховка с конвекцией к сожалению газовая духовка пропекает тесто неравномерно верх белый а низ уже горит если есть такая возможность то лучше приобрести электродуховку у меня на канале есть подробное видео про мои электродуховки где я рассказываю про их плюсы и минусы и на что следует обратить внимание при выборе электродуховки ссылку на видео оставлю в описании инвентарь силиконовые или тефлоновые коврики для выпечки такие многоразовые коврики отлично подойдут для выпечки по сути это многоразовая пергаментная бумага нанесите на них тесто в нужной форме поставьте на противень и все можно печь они легко чистятся и хватит их не на один десяток тортов но если у вас нет возможности купить многоразовые коврики используйте пергаментную бумагу весы чтобы получить одинаковые результаты замеряйте вес всех ингредиентов даже если в рецепте написано мерка стаканом или ложкой это можно все перевесить на весах чтобы знать точный вес шпатели шпатели нужны для выравнивания торта лучше всего купить металлический шпатель моему металлическому шпателю уже несколько лет и он до сих пор остается гладким и ровным пластиковые недорогие шпатели очень быстро деформируются и приходит в негодность также есть фигурные шпатели ими пользуешься не так часто поэтому подойдет недорогой пластиковый декоративный шпатель разъемное кольцо и ацетатная пленка очень удобный для сборки муссовых и суфлейных тортов но я рекомендую вам использовать разъемное кольцо для сборки обычных не муссовых тортов благодаря кольцу торт не наклонится и не упадет а использование ацетатной пленки предотвратит прилипание торта к форме разъемным кольцом я пользуюсь при сборке каждого торта у меня их несколько штук дайте торту хорошо отстояться после сборки в холодильнике после 6 8 часов торт хорошо устоится что исключит в дальнейшем кривизну торта сито для сыпучих продуктов сито нужно для того чтобы освободить сыпучие ингредиенты от возможно попавшего туда мусора также просеянная мука насытится кислородом и сделает выпечку более воздушной мерный стакан мерный стакан стоит недорого и его необходимо иметь в инвентаре потому что некоторые рецепты меряются именно стаканом холодильник торт на продажу не должен стоять в одном холодильнике с продуктами питания так как он впитает в себя посторонние запахи так быть не должно у меня есть два отдельных холодильника под торты и один для личного пользования желательно иметь холодильник но frost потому что в обычном холодильнике есть риск повышения влажности это может плохо влиять на вафельную картинку она может деформироваться также на леденцы безе и мастику форма для выпечки я пользуюсь разъемными формами у меня самый ходовой диаметр 24 сантиметра если нужен высокий торт по типу торт единорог то я использую форму диаметром 20 сантиметров также сейчас в моде высокие торты их я выпекаю в разъемном кольце диаметр делаю 16 17 сантиметров также у меня есть квадратная разъемная форма 24 на 7 сантиметров и прямоугольная не разъемная форма 25 на 35 сантиметров друзья это первая часть информативного видео для вас в скором времени выйдет вторая часть советов для начинающих кондитеров подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео а если вам понравилось это видео ставьте лайки и пишите комментарии до новых встреч до новых встреч